Здравствуйте, дорогие мои друзья! Политика и колдовство. Как часто эти понятия очень близко. И как часто вот эти энергетические, магические воздействия и колдовство действуют на судьбы политиков и на судьбы народов и государств. Ах, друзья мои, да, вы скажете, нет, это все ерунда, мы живем в современном мире. Но, друзья мои, как раньше, так и сейчас часто колдовство возвеличивало совсем негодных людишек, возводило их на трон. Оно же сбрасывало их оттуда с треском. Всегда это было в этом нашем серединном мире. Ну, для примера, друзья мои, хочу с вами проанализировать некие такие события, уже давно минувшие. Как колдовство, приворот, вот эти вот какие-то любовные зелья могут повлиять на жизнь и судьбу политиков. Давайте возьмем с вами пример. Владимир Ильич Ленин, да? Так сказать, глава, вдохновитель Великой Октябрьской социалистической революции, которая достаточно серьезно повлияла на нашу страну. Так вот, умер он достаточно рано, не дожив до 60 лет и умер от инсультов. То есть у него было несколько инсультов, несколько тогда это называли ударами, апокалиптические удары. Он пережил один, но не пережил последующий. Часто инсульты вызываются именно воздействиями колдовскими, но и просто, конечно, причинами. Хотя, разве бывают просто причины? Поговорим об этом, друзья мои. Владимир Ильич Ленин был, так сказать, невысокого роста, но очень такого активного темперамента. И, естественно, он тоже увлекался женщинами. Но ему нужна была эта вот сексуальная энергия. Невозможно без этого. И знаете, ну, кроме этого, несмотря на свое ораторское искусство, на эмоциональность, на импульсивность, где ему заводить романы? Среди революционерок, среди женщин, которые тоже увлекаются революционными идеями. И как в его жизни появилась вдруг такая странная женщина, как Надежда Крупская? Да, женщина, в общем-то, не очень красивая и достаточно холодная. Он импульсивный, яркий человек. И тут женщина, которую даже партийные соратники дали ей критику «рыба» за холодность. Она была действительно холодная и, ну, как бы неприятная женщина. И как ей, как ей вот добыть этого мужчину главу партии, главу государства, когда вокруг кружатся достаточно хорошие там молоденькие женщины, которые, ну, падки. Да, он, конечно, не красавец, но, да, друзья мои, женщины клюют на энергетику, а не на внешний вид. И, поверьте, конечно, многие обращали внимание на Владимира Ильича. И началась эта история вот так. Была женщина, революционерка, которая очень нравилась Владимиру Ильичу. И звали ее Аполлинария. Такое странное, да, странное имя Аполлинария Якубова. Красивая, яркая девушка. И Роман, да, и была подружка. Надя Крупская. Невзрачная, серая мышка. Аполлинария, яркая и мышка. Да, но у мышки была мама. Мама Елизавета, которая владела деревенским колдовством. И, видя, что дочку невозможно пристроить, она, как я понимаю, предположительно, друзья мои, научилась. Или умела, или откуда-то узнала, но, вообще-то, начала колдовать. И, несмотря на то, что, ну, даже Владимир Ильич сделал предложение, как ее назвать, Аполлинария, Апа, сокращенно, Аполло, Аполло, ну, в общем, она развела, развела их. Сделала так, что они расстались. Приворот, настоящий хороший приворот. Но приворот разрушает энергетику человека. Да, Ленин женился на Надежде Константиновне. Она была, ну, она ездила с ним в ссылку. Она была никакая хозяйка и никакая женщина. Мама приехала в ссылку. Она была домохозяйкой, она готовила еду. Она заговаривала ее. Она держала. А Володю, как говорится, взяли крепенько в оборот. Надя Крупская, да, холодная женщина. И ее матушка Елизавета. Но, понятное дело, все время невозможно держать, да. Добились брака. Отношения были непростые, сложные. Потому что, когда, ну, привораживаете, то человек ненавидит вас. Да, в конце концов, он ненавидит. Он не может оторваться. И Ленин не мог оторваться. Но он ненавидел надежду. Естественно, детей никаких быть не могло. И это также сказалось на том, что вот привораживающая надежда у нее в Базедово болезнь. Щитовидка, глаза. Там множество, множество неприятных факторов. Да, там и и понос, и еще что-то. То есть вот эта вот болезнь очень неприятная, длительная и мучительная. За что это, Надежде Константиновне? Именно за это. Да, вот эта вот обратка. Были еще женщины. Да, Ленин жил в ссылке. И там у него было еще несколько любовниц. Но, заметьте, Аполлинария очень быстро умерла от туберкулеза. То есть на Ленина сделали приворот на нее на смерть. Она очень быстро умерла. Молодая, цветущая женщина. В Германии, в Париже. У Ленина были еще женщины. Была тоже там некая Елизавета, с которой он крутил романы. Но она не претендовала на роль жены. Просто любовница. Потому что Ленин был яркий, импульсивный человек. Но Надя все отслеживала. Не могла быть тогда рядом с ним. Поэтому все-таки революционер. Не может же она за ним таскаться. Но следить и о корм. Был все время о корм. Хотя она не умела готовить. Она все время пичкала нашего Ленина. И этот человек, в общем-то, тоже, как говорится, болел. Болел достаточно серьезно. Уже в молодом возрасте. И самый яркий роман уже случился, можно сказать, под конец жизни. С Инессой Армандой. И это была действительно любовь. И все в партии об этом знали. И для Ленина эти отношения были достаточно серьезными. Но он не мог оторваться от Наденьки. А Надя уже совсем ожесточилась. И продолжала его пичкать. И Инесса умерла неожиданно. Для Ленина это была трагедия. Вроде как от холеры, отправившись на отдых на юга, быстро умерла от холеры. Опять же, колдовство на смерть. После этого очень скоро у Ленина случился первый инсульт. И он уже, ну, как бы, здоровье его пошатнулось. Он уже не мог нормально жить, работать. Тут Наденька была рядом с ним. В горках она... Он был ее полностью. Но ни счастья, ни здоровья ни у него, ни у нее не было. И потом еще инсульт и смерть. Вот так, друзья мои, некая история колдовского приворота. Скажите, не так все притянуто за уши. Вот так со стороны, друзья мои. Я всегда наблюдаю это и вижу. Колдовство видно даже по этим косвенным причинам. По этим косвенным причинам. И вот на этом примере мы можем видеть. Принесло ли счастье вот этой невзрачной девушке Наде? Вот это вот... Да, она известный человек. Она после смерти еще там занимала какие-то должности. Ну, вроде как неплохо жила. Да, но было ли это счастье? Ей досталась мучительная болезнь, которая всю жизнь ее мучила. Она убила. На самом деле убила этого человека. Своим колдовством. Она убила еще, убивала тех женщин, которые соприкасались с ним. Вполне обычное, тут прослевывается обычное, ну, так сказать, бытовое колдовство. Кладбищенское. А корм и... Ну, дело не на смерть. Видимо, там, так сказать, могильное колдовство. Так, предположительная версия всего лишь. Можно так, кстати, друзья мои, разобрать многих политиков. Просто по косвенным признакам. Конечно, это все, так сказать, конспирологическая версия. Но... Часто к таким вещам можно прикоснуться душой и понять, что это так. Да, не совсем может быть там некоторое... Конечно, все, я тут за 10 минут, что я могу вам рассказать. Но чувствуется запах, запах черного колдовства. И то, что потом, конечно, его до сих пор держат, да, вот это, вот это колдовство, оно тоже сказалось. Его душа была ослаблена. И демон Кремля захватил его. Он уже был подготовлен к этому, чтобы демон овладел его телом. Но, так как оно было разрушено вот этой вот бытовухой, он недолго пережил. И демон вынужден был сменить, сменить носителя. Ну, наш Вальдемарт покрепче, видите, держится дольше. Хотя колдовства здесь тоже хватает. Все, дорогие мои, пока, счастливо.